Вот знаете, 20 лет назад все делали настоящую музыку, вот прям были творцы, прям вот делали они настоящее серьезное искусство, а сейчас вот все вот это вот клиповое мышление, 5G, облучение, нарушение пищеварения, короче вот все отупели, просто вот отупели натурально и слушают своих Моргенштерна и Лободу. Есть вот только вот фанаты Оксимирона и Дипэксенса, хоть сколько-то вменяемые люди, вот только на вас надежда, ребят. Подобные мысли в самых разных вариациях я, будучи музыкальным блогером, регулярно читаю у себя в комментах, а мы все-таки с вами публика прошаренная, нам не гоже такие банальные вещи и себя извергать, поэтому сейчас я сделаю своеобразный ремейк видоса, который я делал вообще в какие-то незапамятные времена, и расскажу вам, почему же все не так однозначно. Естественно, порекомендую вам кучу годного музла, и для тех, кто уже там несколько лет свой плейлист не обновлял и слушает песни непонятно сколько летней давности и ничего нового к себе вот впустить в душу не может, к вам у меня тоже будет серьезный разговор. Здрасте, вы на канале Сейна. Услышав этот диск, ты будешь Михаил от Сейн, я скинул Сейну басы, теперь это бассейн. Ой, ладно, вы же не подумали, что я смогу больше 30 секунд молчать. Ну нет, конечно, это, если чё, не интеграция, как вы поняли. Хотя хорошая была бы интеграция. Короче, фишечка. Многие знают, что я большой фанат Острова Сокрович, и спустя полгода я дошел до очевидной мысли, что стоит посмотреть его на стриме. В итоге на YouTube это обратно залить нельзя, поэтому, если чё, мой целый просмотр Острова Сокрович доступен прямо сейчас на бусти бесплатно. Можете перейти по ссылке, глянуть, ничего за это не заплатив. Миша Сейн смотрит Остров Сокровищ. Характер скверный, не женат. Этим можно обмазываться, короче, за зубами. А, кстати, ещё на бусти можно за 100 рублей получить полный доступ ко всем стримам за всю историю. Со всем, что вот YouTube хотел вырезать, Twitch вырезать не успел, что-то успел, но не всё. Это доступно по подписке за 100 рублей на бусти, а за 350 доступен закрытый паблик, который обновился, чуваки. Там уже дохерлярд постов за 4 года того, как я его веду. И теперь Миша Уголь пишет ещё и туда, новые постики снова выходят. Мы очень долго не могли привести это в нормальное состояние, а теперь привели. И более того, если раньше в этот паблик добавлял администратор, и это была запара, теперь это делает бот. Лень, большое спасибо, что это сделал. И большое спасибо всем, кто подписан на меня на бусти и патреоне. Чуваки, живу сейчас во многом благодаря вам. И это ещё не всё. У нас охеренно живёт ТГ-канал, там буквально на днях будет редизайн, он станет ещё красивше. Чуваки пишут свои материальчики. И ещё живут хайлайты Сейна. Если вы не заметили, давно уже существует канал, где выходят нарезки моих реакций со стримов, моих разборов Оксимирона и всего остального. Так что подписывайтесь и на них обязательно. Ну давайте после Оксимирона инстасамку. Мне, блядь, нервные клетки девать некуда, конечно, конечно. Мама пополняет баланс! И да, ради этого маленького фрагмента я, блядь, нарисовал бороду и одолжил пальто у друга. Я считаю, заслуживает лайка. И подписки. И на бусти подпишитесь. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Возвращаю вас к видосу. Раз Михаил, значит, пистёшь, ведь этот миф рассеян. Уехал за границу, и ты больше не рассеянен. Начнём с самого простого. Про то, что раньше было лучше. Вообще, просто для начала, от того, чтобы это где-то писать и произносить, вас должна отпугивать хотя бы тривиальность этой мысли. Потому что, как правило, люди, которые хоть как-то разбираются в том самом старом, совершенно не разбираются в новом. Да и к тому же, вот эта вот тема про то, что сейчас херь какая-то, а вот тогда было хорошо, это ведь не только в музыке. Это вот классический конфликт отцов и детей, который вы видели везде и всегда. А конкретно в приложении к музыке вы можете заметить, что каждый популярный жанр ненавидели. То есть всегда есть какое-то направление, которое вот самое популярное сейчас по миру. Всегда оно подвергается хейту и говорится, что оно вот тупое. Сейчас ненавидят рэп. До этого тоже ненавидели рэп, но как бы чуть-чуть другой рэп. Тогда же ненавидели металл. Перед металлом ненавидели рок. В какой-то момент одновременно с роком ненавидели диско. До хера кто ненавидел битлов. Перед этим ненавидели Элвиса. И так далее, и так далее. И если мы вот так вот с вами будем идти назад-назад-назад, рано или поздно мы дойдем, допустим, до 18 века, да? Когда большая часть населения... Есть условные, да, там какие-то... землевладельцы, и есть те, кто на этой земле работает. И сконцентрировано небольшое количество знати в городах, которые ходят там на всякие оперы, балеты, слушают они большие оркестры, кто-то в церкви слушает органы. И вот тогда-то действительно музыка была максимально интеллектуальной. Ее слушала вот исключительно самая высоколобая публика. У многих действительно натурально были монокли. То есть вот душнее и выебистей слушателя найти вообще нереально. Но как тогда слушали музыку все остальные, вот как раз эти самые обычные люди, которые весь день там поле пахали? Если вы смотрели мой видос из музея самоиграющих музыкальных инструментов в Москве, вы знаете, что была такая целая профессия шарманщик. Шарманка — это такой суперуменьшенный орган на колесиках, который вот ввозил его обладатель, там с ним были какие-то спутники обычно, они выстраивались на центральной площади, ну или где-то, где скапливается народ, и запускали свою шарманку, за что им выдавали небольшую денежку, такой своеобразно роботизированный подвид уличных музыкантов. Дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может. И шарманка играет предзаписанный материал, то есть сам шарманщик музыки никакой не производит. И что засовывалось в эти самые шарманки? Самые популярные и яркие вырезки из популярных тогда опер. Ничего вам не напоминает. Да, это ТикТок. Вот что сотни лет назад люди выбирали доступный самый способ получения музыки, то есть просто мужик привез свою коробку, из которой музыка играет, и вот, ну, я это знаю, или условно, есть там у нас какой-то чувак, который вот в деревне умеет на чем-то бренькать, да, и вот что-то там напевает, что ему там друзья, бабка или что-то еще, вот какую-то песню рассказала, показала, он ее и поет. Вот ровно так же сейчас, при вот этом бесконечном обилии информации, вы вдумайтесь, как ТикТок-то работает, вас никогда не смущало, что это вот социальная сеть, в которой можно выбрать вообще любую музыку, да, это вот первая соцсеть, которая по-настоящему победила всю эту дрочку с авторскими правами, вот я на Ютубе себе здесь не могу вставить больше, условно, пяти секунд какой-нибудь популярной песни, а некоторых вообще не могу. В ТикТоке могу что угодно вставить, это победили, и люди вставляют одно и то же. То есть в ТикТоке вы будете листать свою ленту, у вас через каждый третий будет песня повторяться, потому что люди не знают про музыку. Сейчас заново верусятся там хиты какие-то 30-50-летней давности, потому что люди их не слышали. Зумеры про Металлику узнали позавчера. Блядь! We don't give a shit! We don't give a shit! Начинает чувствовать немного лучше. И именно исходя из этого составляются чарты ВК и все остальные вот эти вот списки, ста самых популярных песен в вашем регионе, в вашей стране, в вашем городе, и там везде какая-то сверх попса и кальянный рэп. Потому что эта музыка просто доступная и просто качает. Если ты человек, который в музыке не роется, не то что он вот сам по себе какой-то плохой, ты просто занимаешься всеми остальными вещами в жизни. И музыка у тебя использует, ну, выполняет какую-то функцию исключительно прикладную. Ну, там вот когда-то куда-то в машине едете, надо что-то включить. Ну, ты что-то включил. То же самое, пришел на тусовку, надо потанцевать. Ну, что-то играет. И нужно понимать, что я совершенно этих людей не осуждаю. То есть это я задрот, который, ну, целыми днями всей этой темой занимается, и поэтому я там вам могу рассказать про хитросплетение, написание музла каких-нибудь групп, которые там всем составом уже умерли 20 лет назад. Один я до сих пор там на спотике копаюсь. В этом плане можно привести аналогию с рестораном. Если вы ходите в ресторан часто, вот прям регулярно, то, скорее всего, вы знаете большую часть меню. Просто из-за того, что вы там, условно, поели все, что было вам знакомо, и теперь вы экспериментируете, потому что у вас есть такая возможность, и чё бы нет. Если вы ходите в ресторан только по определенным праздникам, скорее всего, вы едите одно и то же. Потому что вот у вас есть ивент, да, какое-то событие, которое должно пройти хорошо. И вот еда в нем — это одна составляющая из всего остального. И вам вообще не до того, чтобы там понять, что такое карпаччо и ризотто. Да, вы взяли плов и похую. А раз вы подписаны на этот канал, судя по всему, в ресторане вы живете. И поэтому, во-первых, если не подписаны, то, сука, подпишись, блядь! Я это не просто так прошу, у меня статистика хуёвая, помоги, помоги. Но, возвращаясь к мысли, вы, если не добавляете себе новую музыку сейчас, да, хотя вы ей интересуетесь, вы ровно тот самый человек, который приходит в китайский, японский, мексиканский ресторан и везде пытается заказать один и тот же чизбургер. Ай-яй-яй, осуждаю. Остановитесь. И у вас сейчас, возможно, возникает резонный вопрос. Но как мне добавлять себе новую музыку, если она мне не нравится? Вот я слушаю там свое старое, вот там, блядь, первый альбом Самфотиуан. Вот слушаю и слушаю. А вот все, что после него вышло, ненавижу, блядь. Об этом я вам расскажу чуть позже. Сначала добью тезис про то, что раньше было лучше и сейчас хорошей музыки нет. Как правило, весь вот этот вот праведный гнев настоящих фанатов, музыки, да, вот, которые ценят душу, он относится к условным коммерсам, которые вот наоборот без души все делают, все ради бабок они делают. Их становилось и становится тем больше, чем развитей сама коммерческая сфера. Там условное Бритни Спирс стало возможно только благодаря тому, что в определенный момент просто индустрия была готова к тому, чтобы в себя вобрать и возвысить эту самую Бритни Спирс. И если вы посмотрите и почитаете что-нибудь про Бритни Спирс, вы поймете, что она вообще не хотела быть музыканткой в том же смысле, что условно хотел Леннон, да, или какой-нибудь Джимми Хендрикс. Она, например, серьезную, вот, очень серьезную долю своей деятельности уделяла тому, чтобы уметь танцевать. И если вы посмотрите, как она одновременно поет и танцует, это просто ебнешься. Там вот какие-нибудь скачки Тони Киддиса из 90-х в сравнении не идут с этой бешеной физухой, которую каждый раз выдает Бритни Спирс. И существование в формате, в принципе, поп-звезды, это не совсем то же самое, что существование в формате музыканта, который принято возносить, да, вот, в нашей задротской среде. И еще важнее, что как за Бритни Спирс в виде поп-звезды, да, вот в этом условно ответвлении, так и за каждым Джимми Хендриксом в противоположном ответвлении стоят тысячи чуваков, которые не вот не достали этот самый золотой билет хита и золотой билет популярности. При этом, опять же, это далеко не всегда связано с талантом и в основном связано с удачей. То есть, понятно, есть вопрос там того, что кто-то лучше напишет бэнгер и кто-то хуже, кто-то больше попадает в свое время, кто-то меньше, но абсолютно, вот, по моему мнению, и, по-моему, есть дохера всего, что это подтверждает, не связан напрямую талант и старание человека с его именно массовым успехом. И вот для огромного количества музыкантов, для подавляющего большинства музыкантов, с каждым годом становится все лучше и лучше. Во времена, когда люди слушали музыку с пластинок, выпустить что-то с самоздатом было нереально вообще. Во времена существования каких-нибудь метал-бендов, продюсерские тиски были настолько ядерно сильны, что нынешним музыкантам даже и не снилось. И масштаб влияния продюсеров, лейблов на музон тоже не сравним с нынешними временами. И вот актуальные проблемы в виде какого-то Spotify-кора. Во-первых, рекомендую посмотреть ролик с канала «Уши в огне» про Spotify-кор, если вы не знаете, что это такое. А если коротко, это просто исполнители идеально подстраивают свой музон под алгоритмы Spotify. И делают песни, например, короткими, чтобы им засчитывалось больше прослушиваний, добавляют хук в самое начало, чтобы с большей вероятностью зацепить слушателя в плейлисте и так далее. Это вообще мелкая конъюнктура по сравнению с тем, насколько страдали музыканты все время до этого. Все остальное — это вопрос выбора аудитории. А широкая аудитория всегда будет выбирать яркого чувака, яркую девочку. Теперь у нас там будут яркие небинарные персоны, да? Которые тоже будут в первую очередь обладать крутой способностью продаваться, да? Это крутой продукт. И вот как раз в этом нет ничего плохого. Потому что, ну как вы же можете оценить красивые кроссовки, да? И это кроссовок. Он выполняет, как бы, ну вполне понятную прикладную функцию. Ровно то же самое и тыц-тыц-тыц попса выполняет прикладную функцию. Но ее можно выполнять талантливо. И можно сделать талантливый кроссовок. И ну вот как вы считаете? Напишите в комментах. Лобода — это талантливый кроссовок. А я — это талантливый кроссовок. А как раз так, как вы, элитарненькие мои, не входите вот в эту широкую массу выбирающую попсу, для вас это также хорошая новость. Потому что для вас теперь могут существовать гораздо больше андеграундных музыкантов, чем в любое другое время до этого. Ребят, ни в каком другом году не мог бы быть Андрей Замай. Замай — это как раз вот абсолютно детище нашей с вами современности. Собственно, ровно и как Слава КПСС, который вот до сих пор выпускает песни, очень часто это просто хуй знает что, а он может на это жить. И благодарите за это ту самую вот страшную коммерциализированную музыку. Потому что локомотив в виде поп-звезд, он, да, таранит вперед ваши сердца тем, насколько музыка там где-то однообразная, где-то продажная, где-то, ну, много различных тезисов можно к этому применить. Но, тем не менее, за счет того, что он таранит, за ним могут пройти гораздо более мелкие исполнители, которые вот как раз не боятся экспериментов, не боятся изменений звука, и т.д. и т.п. Теперь возвращаемся к людям, у которых плейлист стагнирует. Почему вам новая музыка не нравится? Потому что каждый жанр и каждое направление это набор определенных условностей, которые родились в энном контексте, да? Например, там, условно, какой-нибудь гранж, он был полной противоположностью глэм-рока и трэш-металла, которые были до него. То есть сначала это были супер-разукрашенные, гипер-разодетые мужики, которые делали мега-шоу, которое было, ну, аж стерильное в своей вот этой вот глянцевости и гламурности. Сразу за ними пришли трэш-чуваки, которые, наоборот, были тестостероновые, жзлющие, у них каждая песня про смерть и расчлененку, и на всем этом выходит чувак в свитере и такой, I hate myself and I want to die, и у меня ебало грустное, я сейчас буду вам, блядь, два часа об этом просто кричать. И этим обусловлен и выбор тем, и выбор звука, и выбор концептов, и так далее, и так в каждом жанре. Все это набор деталек, которые нужно выкупать, чтобы любить. Да, безусловно, музыка может понравиться и без этого. Но каждый раз я делаю про какую-то группу видос, я и так вот, казалось бы, их дохера слушал, дохера про них знаю, начинаю глубже вчитываться, начинаю с этими знаниями их дополнительно слушать и заново влюбляюсь, потому что контекст делает половину крутости. Собственно, здесь аналогия с рестораном тоже подходит, потому что вот чем больше у тебя напробованности, и чем больше ты знаешь, на какие вкусовые нотки обращать внимание, тем больше оно тебе понравится. И я думаю, вы лично знаете людей, у которых критерий выбора музыки, это качает ли бас. Вот если бас не качает, говно. Реально читал такие комменты, например, под первым альбомом Палк. Сука, бас не качает. Так что, товарищи, читайте, узнавайте, разбирайтесь, а сейчас я вам закину непосредственно прям практические советы, как расширить свой музыкальный кругозор и пополнить свой плейлист. Во-первых, группа Палк. Чуваки, не обсуждается. Просто вот релиз вижу, просто послушайте. Особенно рекомендую вам, собственно, титульный трек. Вижу, еще совпадение, и либо чердак, либо гриб. Вот такой у меня неоднозначный топ, составляющий большую часть альбома. Послушайте, и пишку вижу. Теперь нормальные советы. Второй совет. Приручите алгоритмы, если еще не. Если в вашем музыкальном сервисе, а я надеюсь, вы пользуетесь музыкальными сервисами, ну, сейчас-то уже пора, если у вас в рекомендациях какая-то шняга, то это вы в этом виноваты. Вы прогрессивный человек, который на ютубе сейн и нашел, а при этом освоить алгоритмы до сих пор не может. Это непорядок. Собственно, тоже относится там к тиктоку, к рилсам в инстаграме. Короче, вот ко всему, что работает, исходя из ваших интересов. А сейчас почти все так работает. Научитесь продизлайкивать или игнорировать, быстро пролистывать то, что вам не нравится, нажимать кнопку неинтересно, и наоборот досматривать, лайкать, комментировать то, что вам нравится. Это относится и к этому ролику тоже. Вашу активность алгоритмы воспринимают как то, что супер, такого еще даем. Ваше отсутствие актива и отторжения, соответственно, за обратную реакцию. Проще некуда. Многие этого не делают, но алгоритмы сила. И я рекомендую вам этой силой пользоваться, поэтому научитесь. Посидите за этим хоть разок, зато потом вы войдете просто в новую фазу восприятия. Теперь по поводу самого восприятия. Вы, может, это не отстреливали, просто вот за собой не замечали, но у меня это прям отчетливо заметно. Есть у вас состояние, когда вы послушать хотите какую-то музыку, которую вы знаете, и вы хотите, чтобы у вас как бы мозг ее узнавал. То есть вам хочется чего-то, где вы знаете, где припев, где бридж, какая будет соляга, можете в голове... Ну и так далее, короче. Вам нужна знакомая музыка. В этом состоянии, вот вам музыку хочется послушать, но новую включать не надо. Она вам априори не понравится, потому что прямо сейчас у вас запрос на то, чтобы слухануть что-то и так любимое. Но, когда этот запрос удовлетворен, и вам хочется послушать музыку, как раз настает время, либо там моих рекомендаций, там моего закрытого паблика, других советчиков, на ваших рекомендации в вашем музыкальном сервисе и так далее. Просто замечайте состояние, в котором вы готовы вообще к восприятию чего-то нового. Третий момент. Когда я говорю новая музыка, я имею в виду новое для вас. Не обязательно должна быть новой сама по себе. Большая часть моего плейлиста, наверное, она была написана вообще до даже 2000-го года, в прошлом тысячелетии. И вот ничего с собой не могу поделать. Да, у меня добавляются всякие новые артисты, но периодически находишь какой-нибудь вот там психоделик-рок 80-х годов и такой... ОАА! ОАА! И, возможно, у вас так же. И просто вот к моменту, когда я записываю это видео, написано уже столько разной музыки, что замыкаться в своем старом плейлисте это просто преступление. Поэтому ройте архивы, возможно, там спрятаны ваши лучшие и любимые в будущем песенки. Пятая рекомендация, и она может показаться странной, но я с этого прям большой прикол ловлю. Найдите музыку на иностранном языке. Естественно, не английском и не вашем родном. То есть вот язык, который вы совсем не понимаете и который для вас звучит именно экзотично. В этом, ну, я нахожу прям особенный прикол. Я сейчас порекомендую вам трех исполнителей в эту тему, но хочется добавить, что таким образом вы можете как бы дать музыке очки вперед за счет того, что вам нравится язык. Мне, например, вот сам по себе нравится немецкий, и если вам там нравится какой-нибудь итальянский, то музыка на итальянском заранее имеет у вас плюс-баллы и чисто потому, что она на языке, который вам нравится. Собственно, то же самое относится к языкам, которые вы учите. Активно сёрчите, чё там за музон делают на этом языке. Так вот рекомендации. Первое — это Йенлик. Восхитительная казашка, которая делает прям супер стильно. Особенно рекомендую посмотреть её вот этот вот лайк. Потом группа «Ска-Пи». Это «Ска-панк», жанр, о котором многие не знают, но вот испанцы своеобразно смешали это со своим фолком, и вот панк с чем только не смешивали, но именно «Ска» сформировался в настолько яркий и ни с чем не сравнимый жанр, настоятельно рекомендую. И как раз вот именно в сочетании с испанским оно звучит, ну вообще, ну просто в пляс ноги пускают. Как вы понимаете, у меня превосходное произношение на немецком, и немецкий хопчик я тоже рекомендовать не могу перестать. Вот что у немцев, что у русских, язык супер угловатый, в отличие от там обтекаемых английских и французских, у которых всё через и за счёт этого абсолютно всё рифмуется, у нас с немцами наоборот и слова длинные, составные, с ударениями, и поэтому сама логика построения на рэпе, это особенно наглядно видно, сама логика построения текстов, она другая. И, по моему скромному мнению, немцы как-то смогли как будто более изящно и по-своему с этим справиться, в отличие от нас. Опять же, возможно, из-за того, что русский родной, и поэтому я по-другому это слышу, но немецкий рэп это нечто совершенно несравнимое, и PBLMC это просто представитель актуального немецкого рэпа. Шестой пункт это послушайте джаз и техно. Без лишних вопросов. Вот просто часик на фоне, поставьте какой-нибудь плейлист, можно современный джаз, можно старое техно, можно и то, и другое, новое, без разницы, просто вот посидите под это. Лучше несколько раз, постепенно эта музыка начнет с вами рифмоваться и в вас входить. Как минимум одна из. И в качестве седьмого пункта и последней рекомендации я тупо вам навалю пять исполнителей, которые все какие-то какие-то вот это растакие, чтобы у вас была условная отправная точка на покопаться. Первое это Irving Force. Сейчас внимание, это блэкарь, то есть реально блэкметалист, который в нескольких блэкметал группах играл, начал делать Synthwave. Если бы я был креативным директором игры Cyberpunk, я бы туда подобрал ровно такой плейлист. Вот исполнитель каждый ваш поход куда угодно под его музыку превращает в ретро видеоигру. И это совершенно охерительно. притом именно вот я даже не знаю по каким именно критериям кажется, что это не просто песня, а именно саундтрек, но половина песен Irving Force это какие-то саундтреки к чему-то. И может у вас не такая бурная фантазия, но у меня в голове начинают резоваться какие-то супер непонятно какие сцены, и при этом там вот песня 5 минут длится, 4 минуты у вас супер непредсказуемо развивается саундтрек в видеоигре, а потом вступает black металлический вокал. Притом кладется он ровно на тот же самый synthwave. Охуенно рекомендую. Следующая рекомендация это группа King Crimson. Возможно вы о них никогда не слышали, может видели вот эту вот обложку, но это супер легенды, притом они считаются супер легендами прогрессив рока, но это как будто недостаточно аппетитно и красноречиво их описывает. А вот арт-рок, джаз-рок, экспериментальный чувствуете как внутри начинает закипать интерес и на самом деле вот просто каждая песня это какое-то путешествие в параллельную реальность. Тоже к вопросу там о том что происходит у вас в голове и как вы это визуализируете, но King Crimson откровенно тягомотный по нынешним временам и тяжеловато может слушаться особенно если вы вкупанный и сядете как сосредоточенный и будете ждать тиктокового дропа но тут нужно реально дать время это именно прохавать и раскусить но King Crimson до сих пор супер легенды возможно там среди ваших кумиров есть много чуваков кумирами которых были King Crimson и конечно же кроме самой популярной остальные их обложки ой бля ой 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 ну как красиво ну как красиво дальше рекомендую группу Farsight это олдскульный хип-хоп и его отличие от остального в том насколько он музыкальный вот наверняка многие из вас задумывались что понятно что автотюн сейчас во многом художественный прием но при этом совершенно очевидно что если бы рэперы повально умели петь прям вот серьезно занимались вокалом то мы бы имели немного другую музыку и Farsight это одна из вариаций какую музыку мы бы имели потому что пока коллеги Farsight приглашали тех самых классических певичек на рэперский припев эти пели все самостоятельно и также внутри треков и внутри своего флоу вставляли всякие певческие элементы поэтому а че поэтому уже звучит охеренно интересно как бы вот и вся рекомендация дальше Thundercat Thundercat Snydercat дальше Thundercat и этот чувак реально играл в Suicidal Tendencies если вам по одному названию непонятно они звучали вот так уже тогда заимел себе кучу респектов как крутой басист а после этого создал свой собственный проект который звучит вот так и это безумно стильный электронный соул настоятельно рекомендую вам побольше заслушаться если вам такой звучок в принципе близок чувак уже фитует с гориллос ну и в принципе так то вы его пропустили если не знали о нем до моего видоса потому что все возможные регалии он уже получил и последнее это крэнберис вы конечно же слышали зомби зомби но это совершенно не ванхит ванда не группа одного хита вообще ни разу у крэнберис бешеное количество охеренных песен и вот это ни с чем несравнимая манера долорес она не то что вот такой знаете раздражающий шум который в каждой песне одинаковый нет они именно были группой в полноценном смысле этого слова очень грамотно и ее яркую манеру и манеры музыкантов с собой переплетали и вот там в плейлисте каждый раз this is cranberries или this is название исполнителя называется плейлист вот в каждом музыкальном сервисе подборка лучшего своя рекомендую у cranberries прям вот заслушать эту подборку целиком потому что бешеное количество прям натуральных хитяру группы от себя порекомендую salvation 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 is free ага 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 ну и да все эти и многие другие рекомендации вы могли бы узнавать не сейчас из этого видоса а из моего закрытого паблика который вот стоил раньше 5 баксов на патреоне ну и до сих пор так стоит если вы иностранный агент а если вы в России находитесь то бусте там 350 рублей вроде вход стоит и на эти деньги я во многом существую спасибо большое всем кто на меня там подписан мы устраиваем сейчас массированную реструктуризацию всех вот этих вот моих социальных сетей но прямо сейчас в этом самом паблике вк доступен архив из бешеного количества постов и рекомендаций что музла что фильмов что книжек на любой вкус и цвет которые я старательно по интернету собирал поэтому рекомендую поддерживать мой канал по ссылочкам в описании переходить на бусте а еще у меня есть охеренный запрещенный в России инстаграм признанный экстремистским но вам туда заходить я не рекомендую поэтому ну просто сказал да он запрещенный а еще паблик вк крутой телеграм-канал крутой и стримы у меня просто охерительные поэтому заходите вот везде где я сказал если что-то пропустите молнии ебанет я вам никогда не врал в этот раз не соврал куда-то не зайдете все испепеление нахуй останется от вас горстка пепла как бы сами будете виноваты а на этом все спасибо что досмотрел ты знаешь только подписки а а я не знаю что это я не знаю Субтитры создавал DimaTorzok